Я могу поделиться своим опытом и очень хочу, чтобы вы тоже поделились. Мы делаем большие розыгрыши билетов на эти конференции. На первую часть 2018 года снова будем разыгрывать много билетов. Любая задача, которая есть в компании, любая, должна быть в планфиксе. Если задачи нет, ее не существует. Доброе утро, друзья, из Кипра. Сегодня такая тут в январе отличненькая погодка. Что будет на Кипре? Будут встречи? Будут встречи не на камеру, будут интервьюшки, конечно же. Ну а какие темы я буду поднимать в каждом из влогов, вы, наверное, увидите уже дальше сейчас. Сегодня пишу интервьюшку с Олегом Решетниковым. Ты, кстати, участник одной из самых, наверное, публичных, одной из самых публичных скандалов. Ты хочешь на этом хайпе выехать, на эту новость, чтобы людям интересно смотреть. Видео с Олегом вы уже можете посмотреть на канале. Очень интересно должно быть интервью с Павлом Мунтианом. Поеду завтра в Пафос, городок. Павел, чем интересен, он овнер и руководитель студии Тунбокс. Это картунг-студия, мультипликационная, так правильно, наверное, сказать. И он, в общем, автор идеи и реализатор, в принципе, такого персонажа, как мистер Фриман. Смотрите, не моргайте, а то пропустите свой любимый 25-й кадр. Вот он. По производству за все это, верно, сколько это денег? Ну, в полмиллиона долларов. У нас есть замечательный Джим Мейган, который в свое время в Дисней придумал и запустил такие проекты, как ЧПД «Спешат на помощь», «Юти на историю», «Чудеса на ворожах», «Мишки Гамми». Это все вот его были. Любой анимационный сериал стоит 2,5 миллиона евро. И плюс еще третий. Вот прямо сейчас у нас там тысяча блогеров, из них 70 миллионников. Общая аудитория 290 миллионов. Ты знаешь, кто на Ютубе сейчас самый дорогой в Рунете? Может, ивангайз, какой-нибудь, Сколья Соболев. Сегодня суббота, и, наконец-то, можно будет что-то посмотреть на острове, а то интервьюшка встреча в следующий день, потом опять интервьюшка. Так, если сегодня мы посмотрим какие-то деревушки классные, а вот это для того, чтобы получше увидеть что-то с дороги. Знаете, о чем сегодня я хочу поговорить? Сейчас многие коммуникации, да, переходят вообще на другой уровень. То есть у нас в компании, я могу поделиться своим опытом, и очень хочу, чтобы вы тоже поделились. Вот у нас, например, сейчас используются по инструментам. Первое – это Slack, это как мессенджер. Есть резервный мессенджер Telegram, где, в принципе, главных людей я всегда могу тоже найти. Email однозначно, то есть, в принципе, все, что есть в email, оно всегда есть в email. Slack мы используем с точки зрения быстрых каких-то решений, да, вопросов, там, уточнений. Ну, и я, в частности, точно использую его как напоминалка. То есть, если есть какие-то более-менее средние важности вещи, я их просто вижу в Slack, маркирирую, чтобы там remind был через какое-то время. Ну, он мне очень удобно напоминает. Так что, получается, по итогу мы сейчас используем Slack плюс email. От мессенджеров сейчас не убежишь. Я считаю, что компании, которые, типа, их отрицают, все сбивая в email, там, в task manager, о чем я тоже еще расскажу, то я думаю, что они просто отстают, потому что от мессенджеров не отказаться. И просто, если есть возможность поставить мессенджер, который будет рабочим, то лучше так и делать. Я вот в данном случае считаю так. Мы сейчас возле Папкса, и на Кипре реально очень много котов. На Кипре в январе, я вам скажу, достаточно тепло, и вот, видите, рукой даже закрываю солнце, чтобы не сидеть в очках. Сейчас сижу в небольшом городке возле Пафоса, в афитеатре таком. Красиво здесь, в общем. И зимой вообще нет сюда проблем приезжать, это прям моя температура. Знаете, что я хочу сказать? Я уже анонсировал осенью, что мы делаем большие там розыгрыши и летом на эти конференции. На первую часть 2018 года мы снова будем разыгрывать много билетов. Вся движ по этому поводу находится на Фейсбуке. В этом очередь мы иду вам перейти по ссылочке в описании, подписаться на группу. Ну и с ближайшей конференции, куда я сам планирую поехать, это точно будет в Киеве CPA.conf, которая будет в марте. Это точно будет Mobile Beach Conference в Одессе. Возможно, это будет одно из мероприятий Вадима Карепова, партнеркина, который он делает, это метапы разные. Приезжайте туда, там точно можем увидеться, встретиться, пообщаться. Это очень круто. Нетворкинг решает. То есть вот это главное. На самом деле можно ходить только на октябате, но организаторам конференций только это не говорите. Так что до встречи там. В Фейсбуке вся движ. Переходите, подписывайтесь, ну и шерьте, конечно. И участвуйте в акциях, побеждайте. И будем встречаться на этих конференциях. Это видео я записывал в джунгле Коста-Рики. Но как часто бывает, когда ты тащишь из путешествия 100 гигабайт фото и видео, 1-2 гигабайта где-то да потеряются. Реферальная программа. Это сладкое словосочетание, особенно если вы вебмастер. Мало платежных систем, имеют в своем арсенале партнерскую программу. Так как, как правило, LTV клиента хороший, и никто не хочет платить много и долго. Но не капиталист. Компания готова платить до 30% от своей прибыли партнерам. По-моему, очень круто. Можно работать. Ссылка на условия будет в описании, как обычно. И я, как обычно, вам желаю приятного посмотра дальше. Очень сложно привыкнуть, что левой рукой надо коробку передач переключать. Что-то я, короче, когда проронил машину, не сообразил, что так получится. Мне просто на механике комфортно всегда. А вот здесь левой рукой непривычно. Ну, уже более-менее нормально. Хочу еще вдобавочку сказать, каким таск-менеджером мы пользуемся. Это не самый популярный в мире. По-моему, самый популярный Трелло. Мы используем систему PlanFix. Это никакая не реклама. По-моему, в году еще одиннадцатом. Мне Артем Бородатюк, если вы, кстати, видео с ним не смотрели, то посмотрите обязательно. Вот здесь где-то будет ссылочка. Он мне посоветовал эту систему. Ребята из Молдавии. Развиваются очень динамично. За время используем, по-моему, 5-4 года мы используем. Ни разу еще не было такого момента, который они в процессе не закрыли с точки зрения улучшений, функционала, удобства. Все как обычно. То есть там на почте можно отписать сразу комментарии к задаче, дедлайны. Ну, короче, все удобно. У них один очень простой посыл, который мне сильно нравится. Скажу вам честно, это очень сложно внедрить. Не знаю, если у вас получается это просто внедрить, то поделитесь опытом в комментариях. В общем, мне сложнее всего было, что сделать. Любая задача, которая есть в компании, любая, должна быть в PlanFix. Даже если там это купить кофе для офиса и прочее. В общем, если задачи нет, ее не существует. В общем, это получается сделать не всегда, но это прям очень крутая штука, потому что всегда все наглядно. То есть где бы ты ни был, куда бы ты ни ехал, с какого-то девайса бы не заходил. Не все вот здесь, а вот все вот там. И с четкими дедлайнами, с четкими аудиторами задачи, исполнительными задачами. Короче, вот в таком плане мы, честно говорю, не используем систему за бабки, потому что мы как первые юзеры, одни из первых, они раньше были бесплатные. Мы имеем какой-то там двойной тариф, по-моему, от того, что у нас было, когда они запускали платную версию. То есть они еще вот так дорожат такими первыми своими пользователями, за что им отдельное спасибо. Повторюсь, это никакая не реклама. Если вы используете какой-то другой, task manager, поделитесь своим опытом, расскажите, что используете, какой у вас подход, в принципе. Возможно, вы ничего такого не используете, потому что у нас, по сути, это planfix в связке с Slack и с Gmail. Ну, с Mail просто. А вы что делаете? Друзья, скажите, как вам зашел вот этот выпуск из Кипра? Чуть-чуть бэкстейджов, чуть-чуть путешествия, чуть-чуть своих рассказов. Поделитесь, пожалуйста, своим опытом по вопросам, которые я в этом видео поднимал. Поставьте, конечно же, лайк. Подпишитесь, если еще этого не сделаю. А если подписались, то поставьте обязательно колокольчик. В общем, всех жду в комментариях. Всегда рад пообщаться. Всем удачи, хорошего дня, вечера или что у вас там. Пока! Вот так вот едешь. Выехал из весны, а тут опа, и в горах уже снежок, смотрите. Резюмируя, Кипр зимой отличная идея. В особенности круто, что там так много IT-специалистов, владельцев компании. И в целом IT-кластер очень динамично развивается, люди встречаются, общаются, обмениваются опытом. Это круто. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ